Как Россия выдает членов группировок ЛДНР за голос Донбасса и заставляет Киев говорить не с теми людьми? Хочешь работать? Сначала отслужи. Жители Ордло ждут в российской армии. Ты приезжаешь работать как мигрант на территорию Российской Федерации с паспортом Российской Федерации. Тебе работодатели говорят справочку из военкомата, пожалуйста, предоставь. Ты идешь в военкомат, тебя там призывают. Ведь сверху лучше. Какие данные о Донецке и Луганске Украина получает со спутником? И, безусловно, одним из серьезных применений являются также вопросы, связанные с обороной и безопасностью. Все эти темы рассмотрим детальнее в новом выпуске программы «Донбасс сегодня». Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайк и подпишитесь на новости Донбасса, чтобы получать оперативные новости и аналитику о событиях в регионе. Все 8 лет конфликта на Донбассе Россия отрицает свое участие в захвате территорий. Мы Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. И спустя годы, очевидно, управляя процессами в самопровозглашенных республиках, пытается склонить Киев к диалогу напрямую со своими марионетками в группировках ЛДНР. И таким образом легализовать их самих, их документы и самоустраниться от ответственности. То есть пока весь мир видит, кто дергает за ниточки, Москва продолжает настаивать на театре вот этих двух актеров. Минские соглашения, которым на всех переговорах апеллирует Кремль, были подписаны в 2014-2015 годах представителями от России, Украины и ОБСЕ. Несколькими строчками ниже были добавлены две фамилии, без указания каких-либо должностей. Это тогдашние представители политического крыла группировок на Донбассе Захарченко и Плотницкий. Но никакого представительства эти люди не имели в официальном документе. Россия требовала, чтобы они, как представители отдельных районов Донеччины и Луганщины, это подписывали. Но компромиссным вариантом было то, что эти люди без какого-либо статуса ставили свои подписи. То есть хотя бы это, скажем так, удалось на тот момент отстоять украинской делегации. Сторон ДНР и ЛНР в принципе в минских соглашениях не существует. Приемлемыми считались только консультации с представителями ОРДЛО. Но Россия пытается подменить это понятие все 8 лет конфликта, приглашая под видом жителей Донбасса членов группировок ЛДНР, к тому же являющихся на сегодняшний день гражданами Российской Федерации. Эти люди изображают вес в переговорном процессе, потому что действительно они говорят очень много. Россия очень мало говорит. Говорит всегда о том, что она посредник и строят любые договоренности между Киевом и Донецком и Луганском. Поэтому Россия делегировала им возможность говорить, хотя делегировала неформально. Самая главная проблема заключается в том, что нет желания и до сих пор как-то оно не просматривается. Решать этот вопрос в диалоге с людьми. При этом власти Украины неоднократно подчеркивали, что за диалог с людьми. Но в понимании Путина люди, с которыми должен говорить Киев, это Пушилин, Пасечник и другие представители политического крыла подконтрольных Кремлю группировок ЛДНР. Кто кроме России давал полномочия этим людям говорить от всего Донбасса, непонятно. Выборы, которые организовывала и проводила Россия на этих территориях, не признаны мировым сообществом, а также напрямую противоречат Минским соглашениям. Она хочет, чтобы мы просто в рамках трехсторонней контактной группы начали рассматривать документы, которые продуцируют Донецк и Луганск. Но это уже будет означать, что мы признали их субъектность как стороны конфликта и стороны переговоров. Если Украина на это поддается, то тогда неизбежно придется соглашаться с российской позицией, что особый статус должны получить так называемые республики. А это будет означать превращение Украины даже не в федерацию, а реально в конфедерацию. Потому что этот особый статус – это не просто автономия, это широчайшая автономия для вот этих территорий. А кроме того, это фактически влияние на них Москвы. Украинская сторона всегда акцентировала ни при каких условиях никаких переговоров с сепаратистскими организациями на Донбассе не будет. Вторая сторона конфликта – это Россия. Но после встречи советников-лидеров нормандского формата, замруководитель администрации президента России Казак заявил, мол, две недели перерыва как раз и дается Киеву, чтобы обдумать, будут ли они готовы рассматривать предложения представителей непризнанных республик. Уже не просто о том, чтобы был физический диалог, глаза в глаза люди разговаривали друг с другом. Хотя бы те письменные предложения, многочисленные предложения, которые Донбасс внес в контактную группу, чтобы на них была реакция. Они хотят изменить саму форму украинской государственности. В рамках единого тела украинского государства они хотят провести разделение, так чтобы была параллельная Украина, которая бы имела особое отношение с Россией. Глава офиса президента информацию о какой-либо возможности диалога с ЛДНР опроверг, но аналитики говорят, Москва будет пытаться давить на Париж и Берлин. Вот эти две недели в перерыве между Парижем и Берлином, они, собственно, этому и посвящены будут. Тому, чтобы российская сторона максимально додавила наших партнеров в Берлине и Париже, чтобы они занимали либо нейтральную, либо лояльную к России позицию, выдавая этот прямой диалог за выход из конфликта, вообще выход из этого тупика. Украина готовится к новой дипломатической схватке уже через неделю в Берлине, где встретятся советники лидеров Нормандской четверки. Украинский МИД настроен достаточно оптимистично, но конкретных планов не озвучивает. Как и МИД, политические аналитики считают, что прежде всего целью ближайших дипломатических встреч должен быть блок безопасности и гуманитарных вопросов. Но как выполнять блок политический после – вопрос, нависающий долгие годы. Украина стоит на распутии между политическими уступками Кремлю и замороженным конфликтом, который в любой момент может привести к новой эскалации или, как минимум, ее угрозе со стороны РФ. Это первый главный шаг – надо прекратить стрелять. А вот дальше проблема. Потому что дело даже не в требовании Кремля, а вот прямых переговоров с сепаратистами. В том виде, как было записано в Минских соглашениях, выполнить политическую часть Минских соглашений будет крайне сложно, если вообще возможно. Раздача российских паспортов кардинально изменила ситуацию. И боюсь, что вероятность выполнения политической части Минских соглашений равна нулю. Произойдет ли перезапуск дипломатии на встрече в Германии? И каковы шансы у Минских соглашений наконец-то стать рабочим документом? Проанализируем сразу по итогам саммита через неделю. А вы пишите в комментариях, как России и Украине найти компромисс в переговорах. И возможно ли это в принципе. Нравится наша программа? Тогда ставь лайк этому видео, подпишись на ютуб-канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски каждую неделю. В Госдуме призывают жители Ордлоу проходить военную службу в российской армии. Это прямое следствие массовой паспортизации на оккупированных территориях, которая началась в 2019 году, когда вместе с российским гражданством жители Донецка и Луганска получают не только права и соцвыплаты, а и обязанности перед государством, такие как, например, прохождение службы в армии Российской Федерации. Подробности смотрите в сюжете. Жители так называемых ДНР и ЛНР, имеющие российский паспорт, проходят службу в армии РФ. Об этом в конце января заявил первый замглавы Комитета Госдумы по СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водоладский. В каждый призыв существуют такие молодые ребята, которые идут служить в России через российские военкоматы. Учет такой никогда не велся. Весенний призыв можно проверить, сколько ребят из ДНР и ЛНР изъявили желание служить в российской армии. Виктор Водоладский призвал новоиспеченных граждан России, которые проживают в Ордло и имеют желание служить в армии, обращаться в военкоматы города Ростов. По словам экспертов, жители Донецка и Луганска проходят военную службу на территории РФ еще с 2019 года, когда началась массовая паспортизация. Кроме того, в СМИ и подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР периодически появляется информация о том, на каких условиях может проходить военная служба на территории России. Вот что рассказывает о возможности прохождения срочной службы так называемый российский военный корреспондент. Если у вас российский паспорт и имеется регистрация, пожалуйста, проблем нет. До 27 лет отправляйтесь на срочную службу в Россию, используйте социальный лифт, который можно себе представить. И такой социальный лифт действительно используют многие молодые люди из Донецка и Луганска для того, чтобы найти работу. Ведь без военного билета официальное трудоустройство в России практически невозможно. Вот что нам рассказал молодой человек с неподконтрольных территорий Донецкой области, который проходит срочную службу на территории РФ. Пошел служить, потому что военник требуется для работы. Для срочной службы нужна прописка временная, либо постоянная. И на срочную службу платят 2 тысячи. Приезжаешь работать как мигрант на территории Российской Федерации с паспортом Российской Федерации. Тебе работодатель говорит справочку из военкомата, пожалуйста, предоставь. Ты идешь в военкомат, тебя там призывают. А вот что о прописке говорят в Госдуме России. Гражданин прописывается у своих родственников, которые всегда есть, особенно у жителей Донбасса. Дальше он становится на воинский учет в военкомате, и когда ему исполняется 18 лет, его призывают вооруженные силы России. На данный момент жителей Донецка и Луганска с российскими паспортами на срочную службу в принудительном порядке не призывают. Такое количество новых россиян появилось относительно недавно, и вот эти все практики, они еще, по-моему, не отработаны. Но пока речь идет о том, что они могут добровольно выбирать. Но правозащитники говорят, сейчас Россия создает свой кадровый военный резерв на территории Ордуо, и все может измениться. В российской армии есть призыв только тогда, когда у тебя есть паспорт Российской Федерации. Паспорт Российской Федерации получает 2016 лет. Соответственно, в 2016 лет у тебя есть потенциальная возможность попасть в списки призывников, которые правят республиканские военные команды в Ростове, и потом уже, соответственно, попасть в призывы армии, если ты не поступил в университет, либо ты не поступил в аспирантуру, либо в технику. Что касается контрактной службы в армии на территории России, то здесь двери открыты для всех желающих. Это Российская Федерация, там ты, если хочешь служить, другими словами, убивать, выливать, ты можешь просто так прийти в военкомат, что-то придумают. В крайнем случае отправят в Союз Добровольцев в Донбасс от Бороды. Эксперты говорят, приглашая молодых людей служить в российской армии, Кремль способствует тому, что они покидают оккупированные территории и ищут лучшую жизнь в России. Тут вот эта двойственность, она продолжает работать. То есть, с одной стороны, Донбасс продолжает рассматривать, как такой форпост русского мира, а с другой стороны, вот эти все возможности, которые получают владатели российских паспортов, они способствуют вымыванию населения, потому что никто не хочет жить в непризнанных республиках. Кроме того, в Ордло существуют незаконные вооруженные формирования, армейские корпуса. И уже сами предводители так называемого русского мира на Донбассе говорят об оттоке кадров. Например, бывший главарь группировки ДНР Александр Ходоковский возмущается в социальных сетях из-за того, что, по его информации, Россия развернула на оккупированных территориях пункты вербовки в частные военные компании за границей. Если у кого-то есть лишние деньги, поднимите зарплату корпусникам и прочим фронтовикам, чтобы люди охотнее шли в армию, а не разворачивайте здесь вербовку под непонятные цели. Вербовка уже сегодня угрожает нам оттоком из действующих частей обстрелянных солдат и офицеров, которым предлагают восхищающие своими размерами денежные вознаграждения. Вместе с российским гражданством и правами жители неподконтрольных территорий получили и обязанности перед государством. По факту российские кадровые военные негласно руководят незаконными вооруженными формированиями группировок ДНР и ЛНР, а Кремль их активно финансирует и поставляет оружие, всячески это отрицая. Эксперты говорят, призыв служить в армии именно на территории РФ никаким образом не являются каким-либо военным усилением. Это элемент русской идеологии. Ты родился в Донбассе, значит ты должен служить в русской армии. Вот тут через это идет. Это никакое не военное усиление. То, что там были версии о том, что передовые отряды этих предназначенных будут воевать. Нет, нет, абсолютно нет. Это просто элемент русской идеологии, который насадился. Суть в том, что Россия тут находится в беспроигрышной позиции. Потому что, если предположим, что реинтеграция все-таки происходит, то Украина получает в свой состав анклав абсолютно пророссийский с людьми с российскими паспортами. Некоторые, возможно, будут с опытом службы в российской армии на территории РФ и так далее. То есть максимально сильные позиции. И сама паспортизация жителей отдельных районов Донбасса и привлечение их, хоть и на добровольной пока что основе к срочной службе в российской армии, является нарушением минских договоренностей. И идет вразрез с официальной позицией Кремля о том, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины. Украинские власти потеряли какой-либо доступ к части территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году. С тех пор какую-либо достоверную информацию оттуда можно получить лишь через ОБСЕ или из немногочисленных расследовательских материалов. Но а что, если посмотреть на эти территории с использованием спутников? Какую информацию о том, что происходит на неподконтрольных территориях, можно получить из космоса? Разбирались мои коллеги. Из космоса видно почти все. Дороги, поля, здания, военную технику. Даже если они расположены на неподконтрольных территориях Донбасса. Первая карта была построена в 2013 году с тем, чтобы можно было проанализировать изменения землепользования на этих территориях. Сейчас в Украине сложно получить объективную информацию, что там происходит, но благодаря наличию бесплатных спутниковых данных от Европейского космического агентства можно применять модели искусственного интеллекта и анализировать ситуацию. Проанализировав фотографии со спутника, можно оценить состояние экологии, качество воздуха, водных и лесных ресурсов, а также фиксировать проседание грунтов из-за затопления шахт. Больше всего на неподконтрольной территории Донбасса из космоса заметна деградация сельскохозяйственных земель. Вот тут мы видим карту Украины, где видно, что оккупированная территория сейчас, это карта 2021 года, и светлыми цветами здесь показаны поля сельскохозяйственные, разным цветом разные культуры растут, а вот такой зеленый цвет, изумрудный, это цвет, где территория не используется. И начиная за период войны, площадь сельскохозяйственных посевов на оккупированной территории уменьшилась почти вдвое. Вместе с тем в группировке ДНР выходят пропагандистские сюжеты о возрождении сельского хозяйства. У нас с сельским хозяйством и животноводством не так все быстро развивается, но развивается. Как это Донбасс себя не может прокормить? Да ну! Может! Абсолютно точно, особенно вот этими основными направлениями. Вот так спутник разоблачает фейки. Но сокращение площади посевов не единственное характерное изменение. На оккупированной территории заметно пустьют города, отмечают ученые. Есть у нас такая методология, так называемая night lights, то есть ночные огни, где видно, насколько интенсивно светится город. Существует зависимость между валовым продуктом, который производится страной, и интенсивностью свечения городов в ночное время. Но на самом деле действительно видно, что интенсивность ночного освещения существенно снизилась. И это свидетельствует о том, что города пустеют. Еще один важный и актуальный для Украины блок – безопасность. С помощью снимков со спутника можно наблюдать за дислокацией войск и перемещением военной техники. И, безусловно, одним из серьезных применений являются также вопросы, связанные с обороной и безопасностью, поскольку это дает возможность контролировать периметр страны, контролировать какие-то отдельные участки, которые нужны в рамках запросов со стороны силовых органов. То есть это все то, что мы можем решать, те вопросы, которые мы можем решать с помощью космических средств. Сейчас Украина получает бесплатные спутниковые снимки от Европейского космического агентства. Но их качество не позволяет делать достаточно точный анализ. Поэтому в Украинском космическом агентстве приняли решение запустить свой спутник – СИЧ-230. Его доставили на орбиту 13 января этого года. Однако эксперты говорят, что его характеристики не намного лучше. Конечно, этот спутник очень устаревший. Его разработка была в начале 2000-х годов. И это разрешение реально не позволяет использовать в военных целях его. Он позволяет только использовать в интересах экономических отраслей. Прежде всего, сельского хозяйства, лесного хозяйства, управления водными ресурсами. А также, может быть, именно сотрудникам, которые занимаются выявлением и ликвидацией предвучайных ситуаций. Кроме того, СИЧ-230 до сих пор не вышел на связь с Центром управления. В Украинском космическом агентстве успокаивают. У спутника сел аккумулятор из-за повернутых к земле солнечных батарей. И ситуация изменится в марте, когда космический аппарат сменит свое положение. В то же время эксперты менее оптимистичны. Но, как показывает практика, если спутник со мной не смог работать и быстро привести в чувство, то, скорее всего, этот спутник уже потерян. Но СИЧ-230 не единственная надежда. До 2025 года Украина планирует запустить еще шесть модернизированных спутников с лучшим разрешением. У нас сейчас есть задел по целому классу космических аппаратов, различной полезной нагрузкой, различного назначения. Три основных направления, которые заложены по космическому. Это продолжение совершенствования группировки ДЗЗ, то есть дистанционного зондирования Земли. Предполагается запуск серии спутников с разрешением на Земле. Один метр и лучше полметра. Кроме того, серия научных спутников по изучению атмосферы Земли. В Институте космических исследований надеются, что государство, в частности Совет национальной безопасности и обороны и Министерство реинтеграции проявят интерес к деятельности ученых. Также там рассчитывают на поддержку из бюджета. Ведь получаемые ими данные уникальны и могут показать, что действительно происходит в Ордло. Не забывайте о подписке на фейсбук и телеграм-канал новостей Донбасса. Там оперативно еще больше информации о событиях в регионе. До встречи в субботу и подпишитесь на ютуб-канал, чтобы эту встречу не пропустить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова